Но сейчас совсем другая тема и совсем другой человек. Геннадий Хазанов в студии «Зеркало». Добрый вечер, Николай Карлович. Добрый вечер, Геннадий Викторович. Геннадий Викторович, я вас хочу поздравить с предстоящей премьерой в подведомственном вам театре эстрады. Это вы имеете в виду летучую мышь? Я имею в виду летучую мышь. Спасибо большое. Расскажите, что такое премьера в театре эстрады? Как вы себе представляете премьеру в этом театре? Теперь это ваш театр. Расскажите, пожалуйста. Вообще, я хотел бы воспользоваться возможностью для того, чтобы не объяснять долго, у кого еще есть возможности, желание и время, пусть они придут 12 и 13 января в театре эстрады и посмотреть эту летучую мышь. Но это спектакль, который сделан замечательным московским театром «Геликон-опера», но не просто автоматически перенесенный на нашу сцену, а поскольку это все-таки под крышей театра эстрады, то и театр эстрады со своей стороны тоже сделал кое-что. А вот что, позвольте, оставить секретом. Ну, жанр, жанр, жанр. Жанр разный. Жанр разный, но все вмонтировано в оперету «Летучая мышь». Но приглашаете? Ну, очень приглашаю. Очень. Не пожалеете. Спасибо. Геннадий Викторович, вот ближе к жанру вашему, вашему не как руководителя театра, а вашему как актера, как вы считаете, вот, ну я даже не знаю, как, вы, как вы относитесь к понятию «шут»? «Шут», да, вы считаете себя, вы считаете себя «шутом», ну, я, я в высоком смысле употребляю это слово. Если в высоком, то не считаю, в силу того, что это было бы большое самомнение, но «шут», Я ожидал этого ответа. Да, но «шут», безусловно, безусловно. И я очень рад, когда говорят, ну что это «шут» какой-то? Вам всегда было все равно, или напротив, наверное, всегда не все равно, каким образом заставлять смеяться и кого заставлять смеяться? Вообще, конечно, мне хочется заставлять смеяться всех. Всех без исключения. Тут я не делаю никаких различий. Я стараюсь вызвать смех тем, что мне самому кажется смешно. Не тем, что будет смешно тем, кто сидит в зрительном зале. А прежде всего, мое представление о смешном. Оно не всегда совпадает. Понимаете, мы ведь с вами разговариваем сейчас на великом, прекрасном русском языке. Вы какой-нибудь язык еще знаете? Ну, так как русский никакого. Ну, какой-нибудь знаете? Ну, английский. Вот если вы сейчас со мной будете говорить по-английски, я ничего не пойму, кроме отдельных слов. Значит, поэтому вы со мной беседуете на том языке, на котором я разговариваю, и на котором разговаривают наши телезрители. Поэтому элемент волюнтаризма с моей стороны, насилия, конечно, присутствует. Но тогда я боюсь превратиться в официанта, который подает шутки, которые съедобны заказчику. Это вечная проблема. Столько, сколько я лет на эстраде. Это моя вечная тема, переживания. И если вдруг удается эту проблему решить, это самое большое счастье, когда сидит умудренный знаниями и культурой академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и сидит... Упаси Боже, я никого не хочу обидеть, но сидит какая-нибудь просто уборщица. Если и он, и она смеются над одним и тем же, ну, тогда это, наверное, реализация моего желания. Потому что если смеется уборщица и морщица Дмитрий Сергеевич, мне неприятно. И наоборот. Ну, такое бывает с годами реже, чем хотелось бы. Вам не кажется, что сейчас гораздо меньше смешного мы видим, смешного ради смеха? Вот практически нет веселых комедий, просто веселых. Они либо, если ставят свои задачи на смешить, они дебильные, часто бывают. А если они ставят задачи поднять какие-то высокие темы... Они перестают быть веселыми. Они просто скучные. Вот в чем тут дело? Просто талантливых людей нет. Вы знаете, я думаю, проблемы здесь в оценках. И то, что для вас и для меня определяется банальностью или даже элементами дебилизма, это вовсе не глаз толпы. Потому что наше с вами отношение к массовой культуре не всегда совпадает с теми, кто эту массовую культуру желает потреблять и готов потреблять. Может быть, для них это бездумное развлечение и есть то необходимое зрелище, которое полностью их удовлетворяет. Но вы же актер, вы смешите. Вот вы употребили слово «толпа». Не знаю, может быть, случайно. Я позволю себе зацепиться. Пожалуйста. Вы же не можете презирать толпу, иначе вы не были бы тем, кто вы есть. Вы не имеете права на это. Я вообще никого презирать не имею права. Я просто хочу сказать, что мои личные оценки той или иной комедии это мои личные оценки. И если мне эта комедия не нравится, это вовсе не значит, что для огромной зрительской аудитории эта комедия плохая. Но мне не нравится, я выключу. Но гораздо больше людей, которым это нравится. Я не презираю толпу. Но и сломать себя, окончательно поставить себя на колени, окончательно, я сказал, потому что иногда колено все равно приходится сгибать. именно в связи с тем, что ты выходишь, хочешь ты это признать или нет, ты выходишь свой товар продавать. А раз ты выходишь продавать свой товар, он должен быть куплен. А раз он должен быть куплен, надо учитывать интерес покупателя. К сожалению, это не такая веселая тема. И готов был бы с вами поговорить над темой более серьезной. Но мы сейчас не обещали с вами никого смешать. Ну, как только видит Хазанова на экране, огромная часть людей, и вот так, о которой вы говорите, сидит и ждет, когда я возьму и начну дергать пальцы, или рассказывать вам какой-нибудь анекдот. А через вас и всей той части аудитории, которая сидит и говорит, ой, ну что он там говорит, скорчил бы рожу сейчас, и что-нибудь такое сделал бы, и все, и вот это дело было бы. То есть я могу с вами и так разговаривать? Не сомневаюсь. Нет, разговаривать так не смогу. Игорь Викторович, вот немножко другой вопрос к вам, потому что это часть вашей биографии. Вот сейчас говорят, что тяжелое время для театра, действительно так. Актеры, которые, скажем, какое-то время назад уезжали, теперь или приехали, или хотят приехать. Недавно у меня в программе очень эмоционально и с болью говорил любимый мной Валентин Никулин, какую ошибку сделал, что уехал, как он хочет вернуться. А в чем дело? Для людей, родившихся в России, напитавшихся ее корнями, получивших народное признание, оказаться в мире, где ты никому не нужен, со своими болезненными амбициями, с комплексом непризнания на новом месте и воспоминаниями о том, что было в твоей прошлой жизни. Вообще, ничего страшнее, чем картина отъезда из России для того, чтобы продолжать свою карьеру или приумножать ее, это глубочайшее заблуждение. Это страшная ошибка. Мне могут сказать, что были обстоятельства. Безусловно, я никому не судья. Но сочувствовать этим людям я готов. И всю трагедию их я понимаю. Это было со всеми. Это было с теми, кто уехал после революции. Это было с теми, кто покинул страну в советское время. Сам он покинул. Или его вынудили покинуть. Или отняли гражданство. Все возвращаются домой. Все. И вот эта формула, которой стали пользоваться юмористы, что жить уезжают туда, а умирать приезжают сюда, я с радостью констатирую, что сегодня и жить приезжают сюда. Мне кажется, что для художников очень большие проблемы, если не сказать хуже, возникают, когда они отрываются от своей земли. Единицы какие-то свою жизнь в этом смысле устроили и судьбу реализовали. Но и они ночами видят Россию. Спасибо, Геннадий Викторович. Спасибо. Наше время истекает в программе. Геннадий Хазанов был в студии «Зеркало». А мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова